Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня мы уделим время прихожей. Сегодня мы разберем, какая должна быть прихожая и что в ней должно находиться. Поехали обо всем по порядку. Итак, друзья, если у вас есть дизайн-проект, естественно, вы уже будете знать свою отделку стен. Первое, что обычно делается в прихожей, это меняется у нас входная дверь. По задумке дизайнера, входная дверь была заказная позиция, и она делалась в абстракции. То есть, если мы обратим на входную дверь, она у нас абстракция, идет у нас в дизайн основного помещения. То есть, мы вам покажем мебель еще чуть позже. Вся абстракция повторяется у нас на мебели. Итак, первое, что вы делаете в прихожей, это обязательно меняйте входную дверь. Не пожалейте денег, для себя поменяйте входную дверь. Второе, что нужно будет делать в прихожей, и я вам рекомендую настоятельно, это теплый пол. Ребята, обязательно должен быть теплый пол, поскольку холодное время, года, осень, зима. Когда вы будете приходить в мокрой обуви, поверьте, здесь она будет хорошо высыхать и подсушить вам вообще самопомещение. То есть, не будет мокрых у вас разводов каких-то, ну, мокрых пятен, скажем так. То есть, это все будет быстро подсыхать, ну, и ногам будет вашим комфортным. Вот, по возможности в прихожей обязательно расположите видеодомофон, вот как у нас вот здесь. Для чего он нужен? Если это квартира или, понятное дело, дом, вот, ну, в данном случае у нас с квартиром, то вы будете видеть, что у вас происходит на вашей площадке. Плюс ко всему, вы можете завязать данное устройство, я сейчас, секундочку, с вашим телефоном. Сейчас, Дима, секунду. И вот на телефоне можно скачать приложение, которое завязывается с устройством. Заходим в IP-домофон, ну, вот, заходим сюда. И тут оно поддерживает 4 камеры, вот у нас одна пока стоит. Что такое? А, два раза надо нажать. Ну, вот и сработает. Вот, то есть, у нас картинка на нашем видеодомофоне и на телефоне. То есть, мы ее можем развернуть, можем что-то там приблизить, нужен нам элемент. Все это дело у нас пишется. Видеодомофон у нас работает на движении. То есть, даже когда у вас нет дома, вот, он сработает, если кто-то подойдет к двери и запишет, и пришлет вам уведомление, что идет у вас движение. Можно просмотреть запись, вот, запись на устройстве. Мы заходим, появляется вот такая временная шкала, вот, которая показывает у нас, в какое время, что происходило. То есть, вот эти вот оранжевые полосочки, не знаю, видно, не видно. Вот, покажет, в какое время, что у нас происходило на площадке. Так что, рекомендую настоятельно видеодомофон. Обязательно, конечно же, в любой прихожей у нас должен быть шкаф. Вот, и я бы все-таки рекомендовал, у нас эта прихожая небольшая, порядка, наверное, 4 квадратов где-то. Вот, сделать место для обуви, то есть, где вы будете обуваться. То есть, в данном случае, это у нас вот такая вот небольшая комфортная сидушка, где можно спокойно сесть, зашнуроваться, обуться и, скажем так, уйти. Данную сидушку рекомендую делать не до самого пола. То есть, оставив там пространство, как в данном случае, можно разместить там робот-пылесос. Сейчас мы попробуем его запустить. Секундочку. И, опять же, сразу и всем дизайнерам на заметку, и всем будущим, скажем так, исполнителям ремонта предусмотрите там розетку. Поскольку в нашем проекте эта идея возникла в самом конце, когда уже был сделан весь дизайн и весь ремонт. И, благо, у нас было взять откуда розетку. Вот, я вам сейчас покажу, потому что изначально не было предусмотрено здесь у нас розетка. Вот, поскольку в квартире всегда мало места, вот, прихожая – это именно то место, где может расположиться ваш робот-пылесос под этой сидушкой. Так что берите себе на вооружение. Опять же, в данной сидушке у нас предусмотрена небольшая выдвижная полка. Здесь есть различные приспособления для обуви. То есть, ложки, чистилки и так далее. Тоже это очень удобно, поскольку все у нас сконцентрировано в одном месте. Мы во всех своих ремонтах обязательно меняем электрику. Так и в данном проекте электрику у нас была заменена. У нас также в данной квартире присутствует сигнализация. То есть, это датчики по квартире, датчики на открытии дверей и так далее, которые должны где-то расположиться. То есть, все правда у нас должны куда-то выйти. Обычно все это дело мы вмещаем в шкаф. Но вот здесь, как я и говорил в самом начале видео, у нас дверь абстракции. Вот наш шкаф, у нас тоже абстракция. Стеночка, которая, место для сидения, она у нас тоже во всех этих линиях. Тоже абстракция. И здесь есть у нас наша маленькая фишка, наш секрет. Вот, на самом деле, кажется, все красиво, идеально. То есть, обычно ничего не примечательного в стенке. Стенка как стенка. А стенка секретная, когда на нее нажимаем, у нас открывается дверца. И в ней снят у нас вот такой вот не совсем красивый наш лючок, где у нас есть информация с Wi-Fi. Вот, то есть, здесь у нас пока записан пароль под Wi-Fi. И расположены у нас группы автоматов. Берите, опять же, на вооружение. Так. Берите на вооружение, как можно обыграть в прихожей нашу, наши автоматы. Закроем. Открика подальше. И, как всегда, в наших щитках мы для заказчика делаем специальные наклейки, где подписываем каждый автомат, чтобы человек знал, как управлять данным щитком. Вот, то есть, каждый автомат подписывает, за что он отвечает. То есть, там, допустим, розетки, кухни, там, либо освещение какое-то, либо сигнализация и так далее, и так далее. То есть, каждая вещь это подписано. Вот, и вы не потеряетесь. Это очень удобная и простая навигация. В наших ремонтах всегда так. Кстати, что примечательно, вся электрика у нас собрана на Итане. Единственное, что щиток у нас от фирмы АББ. Еще, если у вас очень мало места в квартире для хранения верхней одежды, то есть, той, которой вы повседневно пользуетесь, то можно в этом же месте расположить у нас какие-то крючки и здесь располагать верхнюю одежду. Из квартиры этого видно не будет, потому что у нас шкаф это все дело закрывает, а прихожая, то есть, очень мало места, и тот, даже когда будет ход вам приходить, не сразу будет видеть, потому что оно где-то сбоку находится, скрытое в такой вот ниш. То есть, ту верхнюю одежду, которую вы по всей дне наносите, можно располагать здесь. Помимо электрощита, у нас точно так же есть еще один щит со слаботочкой, то есть, туда, куда у нас приходят все провода от интернета, где расположен у нас роутер и наш щиток сигнализации. Поскольку места в прихожей у нас мало, данную вещь мы расположили в нашем шкафу. У нас тот щиток у нас скрытого монтажа, то есть, он вмонтирован у нас в стену. Здесь же мы решили делать щитки накладные, поскольку у нас в любом случае присутствует щиток для сигнализации, то есть, который мы не имеем право вовнутрь вставлять, да, соответственно, все равно место было уже потеряно, и приняли мы решение расположить еще рядышком от фирмы Hager щиток для слаботочки. То есть, это у нас вот такой вот щиток, где расположено у нас несколько розеток. Мы поставили четверной блок, то есть, где четыре розетки, на всякий случай, потому что помимо роутера здесь может быть стоять и свитч какой-то, еще какие-то дополнительные штуки, и все видеонаблюдение, кстати, здесь по периметру всей квартиры, по наружу, я имею в виду не внутри, расположены камеры, и, соответственно, все вот эти вот провода, они все сводятся сюда, где здесь будет стоять еще потом у нас наш регистратор, который будет фиксировать все по периметру снаружи квартиры. Вот, поэтому, опять же, очень удобно, когда все сводится в одно место. Единственная проблема – это удорожание проекта, поскольку намного больше у нас используется проводов. Вот, и, естественно, все вот эти щитки задают нам конструкцию нашего шкафа. Вот, здесь было все предусмотрено так, чтобы на уровне чуть выше пояса расположились на щитке, чтобы было удобно пользоваться среднему человеку. Вот, ну, а ниже у нас расположились различные шуфляды. Вот, здесь у нас их получилось три. И место для обуви. Данные полки можно разгородить, то есть, чтобы поставить в два ряда обувь, да, если это у нас туфли какие-то не все, какие ботинки. Ну, а здесь, поскольку у нас присутствуют женщины в квартире, было принято решение делать одни большие, поскольку могут быть какие-то сапоги там и так далее, чтобы их не мять, а аккуратненько складывать. Вот, здесь у нас на всю длину идет штанга для верхней одежды. Здесь можно вешать какие-то короткие куртки. В данном отсеке у нас будут располагаться какие-то длинные пальто и куртки. Естественно, было рассчитано так, чтобы получился у нас шкаф, с верхней полкой, куда можно ставить еще что-то. В данном случае коробки с обувью. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам идея с изготовлением данного шкафа, то есть, с его функционалом. Понравился ли? И, может быть, у вас есть какие-то предложения, как можно было бы играть это лучше? Высказывайте все у нас в комментариях. Вот. Еще, что самое важное, делайте всегда под шкаф в сборную конструкцию под потолок. То есть, чтобы шкаф у нас был от пола до потолка. И, как в данном проекте, опять же, берите на вооружение, всегда обходите шкаф, любую мебель плинтусом. Так проект смотрится у нас намного завершеннее и красивее. У нас нету какого-то обрыва плинтуса и так далее, а он идет у нас под периметром всего шкафа. Как снизу, и если присутствует у нас плинтус наверху, так и сверху. В данном же проекте у нас парящие потолки. Вот, соответственно, примыкания плинтусов у нас нет. У нас идет диодная подсветка. И, опять же, друзья, шкаф наш устроен так, чтобы в нем не было ручек. То есть, открывание было продумано в фасаде самого шкафа. Вот. То есть, идея была таковая, что выфрезеровывается торец с одной стороны, выбирается, да, куда могли бы залить пальцы. А с этой стороны выбирается часть того же фасада, и, опять же, выфрезеровывается внутренняя часть у этого фасада. То есть, и очень удобно получается. То есть, когда вы берете двоим пальцами, оп, открыли. Точно так же, если вам нужна эту створку, у нас пальцы легко здесь пролазят, цепляются за фасад, и можно его легко открыть. Итак, во все времена лучшим покрытием для прихожей будет оставаться у нас плитка. Так что не нужно ничего придумывать, какие-то там паркеты, доски, ламинаты. Только плитка, ребята, это тот материал, который не будет бояться грязи, пыли, воды и так далее. Вот. И он лучше всего будет теплопроводным. Ну, то есть, когда он еще будет работать, больше всего будет отдавать тепло. Вот. И, как всегда, прихожая должна заканчиваться у нас либо с общим помещением, либо с каким-то небольшим коридором. Вот. И переходить в другое напольное покрытие. Как в данном случае у нас ламинат. И обязательно, обязательно делайте вот этот вот красивенный стык. Стык ламината и плитки в один уровень. И еще один элемент, без которого не обойдется ни одна прихожая, это у нас зеркало. Зеркало можно располагать много где в нашей прихожей. То есть, можно было расположить его на фасаде шкафа, можно было расположить его внутри шкафа, можно было расположить его в нишу, можно было расположить его на двери. Вот. Но все же у нас оставалась большая стена. Вот. И мы расположили на ней громадное большое зеркало. Вот. То есть, здесь несколько человек одновременно может встать и одеваться там, прихорашиваться и так далее. И один из важных моментов, то, что у нас корневое покрытие по стенам идет. Вот. Фиксируйте такие зеркала именно механическим способом. То есть, сверлите дырки, вот, и на дюбеля, саморезы и так далее. Все это дело фиксируйте. То есть, не клейте. Почему? Мало ли вам захочется поменять это зеркало, либо сделать как-то по-другому и так далее. Четыре дырочки намного проще заделать, чем отодрать все это зеркало и все это дело заново восстановить. И, друзья, еще один очень важный для вас совет. Не пожалейте средств и сделайте эту долбанную розетку в прихожей. Она вам точно понадобится, я вас уверяю. И немаловажный еще момент. Помимо освещения, которое у вас будет в прихожей, поставьте несколько групп, которые будут управлять еще коридором, если у вас ограничится гостиная и так далее. Вот. Сделайте проходные выключатели. Так что, друзья, надеюсь, данный обзор прихожей вам понравился. Подчерпывайте для себя информацию, берите на вооружение, вот. А мы дальше будем для вас снимать еще больше крутых проектов. Всем пока. Еще, ребятки, сколько здесь проводов? Сколько здесь проводов? Здесь минимум полтора километра ушло провода на эту квартиру. Я вам обязательно покажу черновые фото, как уложены здесь провода. Вы офигеете.